Сегодня я поиграл в настоящий сталкер по сети. Суть его заключается в том, что я захожу на сервер и играю на одной большой карте с другими игроками. Также здесь имеется голосовой чат, и я могу с ними общаться вживую, через голос, через кнопку. Также необходимо отыгрывать рп, чтобы было интереснее. В общем, смотри ролик и сам всё в дальнейшем поймёшь. Ну а я желаю тебе приятного аппетита и просмотра, не забудь поставить лайк и также подписаться на мой канал с колокольчиком. Я желаю тебе приятного аппетита и просмотра, и я начинаю. Итак, друзья, я нахожусь в игре, и нам сразу игра предлагает выбрать группировки себе, но предупреждаю сразу, что другие группировки, кроме как сталкеров, ну, одиночки имею в виду, выбирать, ну не то что нельзя, но за это банят, короче. И это считается как нон-рп, поэтому я, пожалуй, оставлю себя одиночкой, затем выберу себе какой-нибудь скинчик. О, ну тут можно всякие скины выбрать. Давайте я вот такой вот севу себе выберу, да? Итак, мы в игре, наш сталкер находится вот здесь. Здесь, кстати, я посмотрел, там играют 16 человек еще на сервере, так что, вот, и 4 из них, видимо, получается, сколько тут, 2 или 4, короче, 3, в общем, мало играют за сталкеров. Одиночка голдме, еще француз что ли? Ай, ладно. Пошли сейчас бегаем, короче, посмотрим, кто там у нас там в бункере его находится. Кстати, локация у нас новая здесь, как видишь, да, в плане того, что изменили у нас под локацию вот этого, вот, зверха волхов. Изменили у нас уже бункер ученых, так что вот. Так, а нам, кстати, ничего не дали, к сожалению, было очень плохо. Нужно сейчас с кем-то что-нибудь заработать. О, какие-то трупы пошли, посмотрим, что за трупешники такие. И по-хорошему нужно сейчас иметь контакт. Кстати, можем себе различные могут это показывать, прикольно это, опять же, такие классно. Сейчас похлопаем, не знаю. Вообще, модификация позируется на X-Ray Multiplayer Extension. Я в предыдущей разделе, когда снимал данный мод, об этом не говорил, но, в общем-то, знаете, что вот, есть другой мод на сетевую игру. Как раз-таки основа ему подслужил для этого мода. Итак, кто у нас здесь имеется? Какой-то у нас тут сталкер без головы, что ли, или еще, или что-то, я не понимаю, что там за бред, если честно, что такое, подожди-то, жабов. Что-то жабов с тобой явно не так, ладно, я пройду, пожалуй, да? Так, а где наши сталкеры? Я что-то пока тоже их не вижу. А, все, они разошлись, видимо, да? Вообще-то ученые, кстати. Здорово. У меня возник вопрос, зачем ты торгуешь патронами? Разве руководство бункера разрешает заниматься чем-то подобным? Руководство запрещает, а вот профессора, которые находятся и рекомендуют этим бункером, напрямую ничего против не имеют. Это банально наше спасибо за ту помощь, которую оказывают нам сталкеры в нашей работе. А давать просто так не можем, а вот продавать без проблем. В конце концов, с патронами в зоне сейчас проблемы, как мне известно. Спасибо, а то иногда вот таких вещей не понимаю. Эээ, чел, а торговля? Ух, ух. Галспушка, кстати, не очень дорогая, 27 тысяч сегодня стоит. А у нас ноль вообще. Так, это кто такой? Профессор Сергей. Торговля. Ты чем торгуешь? Костюмами, кстати. Но костюмчики такие тоже. Нет, они не очень дорогие. Ну ладно. Так, а ты кто такой? Так, торговля. Вот, видимо, чисто медикаментами. Но они тоже, кстати, довольно-таки дешевые. Ладно, буду знать. Так, ну и в общем-то сейчас давайте-ка будем искать сталкеров. Вон там на Янове есть наши ребятки. Нужно нам сейчас найти работу, чтобы банально скучно не было, либо же к их отряду присоединиться. Но с другой стороны, можем сейчас и сами что-нибудь поисследовать. Ну вот я бы, конечно, махнул бы на Юпитер сразу. Мне кажется, там очень много хабара полезного для нас есть. Но я думаю, это же попозже мы этим займемся. Янов, кстати, тоже сейчас преобразился. Довольно-таки сильно. А вон сталкер, кстати. Пошли-ка, пойдем-ка с ним поговорим. Спросим чудо как. А он тут вообще один? Нет? О. Так, а кто это такой? Келлер какой-то. Но он, видимо, не очень разговорчивый. Подожди, сейчас я, конечно, какую-нибудь эмоцию ему показал бы. Но, блин, надо, короче, найти какого-то более заговорчивого сталкера. Допустим, вот тут два челя... А вот там, два челяка идут. Подожди-ка. Мне кажется, если идут два человека... Ой. То они, скорее всего, в отряде каком-то, да? Так, вон они бегут. Так, давайте сейчас, может быть, как-то их поприветствуем. Эй. Алло, ребят, здорово. Я как-то не хочу голосовой чат пока что включать. Ручки помашу ему. А, вот так давай. О. У него микрофона, видимо, нет, да, кстати? Кто такой? Саня Батон? А, где Саня Батон? Пошли к бункеру. Это только что там был, кстати. Ничего интересного там нет. Блин, ну мне бы челика с микрофоном найти. Это как-то поприкольнее было бы, но... Ты кто? Стой. Встаю. Так, и что? Что? На, возьми, пригодится. Ух. Спасибо тебе. Первую пушку нам сейчас дали вот такую вот, кстати. Сколько ты мне дал Патриков? Нормально, ладно. Отдай бомо, если... Пойдет. Давай, удачи. Ну, давай, давай, удачи. Добрый сталкер просто взял. Поделился хаваром с нами. Ну, блин, я хочу напарника, у которого будет микрофон хотя бы, а, какой-то. Что случилось? Я влетел. Что ты сделал? Эээ, я тут... Рубу обыскиваю. А откуда он тут взялся? Откуда он взялся? А... А дождь из сталкеров был, то и рубал. Ладно, я пошел. Ну-ка, стой, 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 стой. Мужик, что случилось тут у тебя? Расскажи мне. Ну, я апаю просто. Там, куда-нибудь сталкер, будьте в сторонку. То есть ты его убил, чтобы апнуться? Тут апаюсь просто, вот. О! Ха-ха, я успел впервые. А вот, все. На хера ты сталкера убил, мужик? Эй, зачем, а? Я тогда пошел. Иди, иди. А ты тебе шутку сказал? А ты... Ну, давай. Да, вот шутка. Че не делают? Боже, шкило. О, да. Короче, ладно, с ними лучше я буду с тем телеком, без микрофона, которым, хотя бы такой херой не делается. Ну, ну, вот это вот, короче, надо банить. Я думаю, то, что админ это смотрит. Никки посмотрели, забанили от таких идиотов, но потому что она так, ну, НРП, типа, и, ну, ну, такое, такое, если такое делать, если честно, типа, Саня Батон, блин. Все, я с ним даже дело не буду уметь, все, пошел нахер. И мы его пробегаем, сейчас пойду в бункер, посмотрю, что там будет. Но, ну, заодно хотя бы мне этот артефакт дал. Но, на самом деле, блин, ну, это не РП какое-то, это чисто по фану, че хочешь? Опять шутку. Здесь есть сталкеры, может быть, с ними получится как-то диалог завязать, побегать с ними. На них микрофонов нету, да блин. Так, ладно, держи, короче, артефакт. Можете его продать за 12 тысяч. О, как сам? Да, нормально, нормально. Куда путь держите, мужики? Арты, ну? А что у вас по оружию, кстати? Я просто не вижу вас. Вместе хотите? Пошлите. А, у вас ствол-то есть даже? Ничего себе вы крутые. У меня, в принципе, деньги есть, вроде как. Ща, мужики, подождите, я костюм себе куплю. Да, натуридоватик сейчас купим себе комбез, хотя мне какой-никакой, потому что, вроде как, денег у меня должно хватить. А, нет, не хватит. Ай, ладно, не хватило денег. Стой. Он сейчас костюм даст, что ли, или что? Нифига, он добрый, реально. То есть, ну, опять же-таки, кто-то у нас добрый сталкер, а кто-то вот как тут дурачок. Дурачок. Так, ну я стою, конечно, видимо, что-то пишет. Короче, смотри, это он РП-чат. Ты мне напоминаешь? Сейчас напишет Голдмена, 100%, потому что, ну, для какого-то ютубера, потому что, ну, я частенько, ну, как частенько? Раньше я частенько записывал всякие эти РП-проекты, а сейчас не так часто. Может быть, он меня когда-то смотрел. Броню тут покупать нельзя, так как и толченый брон. Все, я понял. А где можно купить ее тогда? Сейчас он будет думать этот молот, гадать, наверное, кто это такой вообще. Ну, где броню можно купить здесь? Фига у него, так-то отбойник и все на свете есть. Здорово. Здорово. Куда путь держишь? Ну, просто бегаю, изучаю там. Вот краски из голоса выучат, но то же самое. Понятно. Здорово. Мужики, давай что-нибудь умное сделаем, е-мое. Сходим в какой-нибудь артефакт и пособираем отрядом. Ну, че, я за ходить. Можно на Питер сходить, мне кажется, там что-то годное-то точно есть. Не, там ничего нет, кто там был. Ну, что без засечек? Ну, либо, не знаю. Какой-нибудь есть детектор? Не, Саню Баттона не берем, он это, он шутит. Не очень смешно. Сейчас я кулаком ему проигрожу. Я тебе не доверяю, мужик. Голд, я пойдем, я с тобой. А у меня детектора нет, у меня этот ствол только вот такой. А, у тебя есть, но пошли вместе. Сейчас, подожди, я тебе еще не знаю. Ну? Как пронять-то еду? Пустя оружие наверх. Мы перехватили ваши разговоры, то, что вы были ванновали. И что? Мы украли горы ванновит. Мы ничего не крали, у нас ничего нет. Мы ничего не крали? Мы только собрались красить. Кто это сказал? А, тогда. Я это сказал. Кто я? Я. Балда, встань обратно. Откуда у вас оружие наверху? Что вы украли в великого монолитника? Мы ничего не крали в великого монолитника. Оружие нашел свое. Где нашел? Здесь, неподалеку. Он в том вагончике Заянова. Можете посмотреть, там труп лежит. Дальше, да. Будете карандец. Пускай и идут свои. Читаем добедей, чтобы вы хотите поближе. От, сука. Те, это нечего драчкам. Че, я все тут забыли эти фанатики. Так, сейчас куда? Ну, на карьеру можно, в принципе. Главное, чтобы они с нами не пошли. О, Потька. Пседо-гигант, что? Два псевдо-гиганта должны. Так, с артефакт сечем. У меня медведь дал. Уже к мне костюма нет никакого. Где есть? Кровь-камни. Нет, у меня костюма никакого нету. Я слышу, как он речит. Я нашел один кровь-камни, он, по-моему, бежит. А, нет, нет. Ну, да, я пробую, конечно, сейчас выскать что-то здесь. Но я чувствую, что это плохая идея. Птонцы-то-гигант. Да, да, я взял детектор. О, здесь три псевдо-гигант есть. Просто если я могу умереть запросто. Жди здесь три псевдо-гигант. Еще артефакт есть. Ну-ка. Кровь-камни. Забирай. Ухожу. Мужки, я нашел три артефакта. Нет, два. Два. Кровь-ка? Да, два. Где кровь-камни? Кровь-камни. У меня тоже один. Сел на колени и начал молиться монолику. Монолиту великому. Ну, они там улицу монолит. Слышь, давайте по РП играть. Типа разговаривать по РП. РП что-то в логе, понял? Да, да. Так я вроде отыгрывал в РП более-менее. Так, мужики, погнали. Там павший вертолет. Там могут испаунить документы. За 15 тысяч. Что-то может? Так. Может, там щели, конечно. Тайник пустой. Нет. Жаль, жаль. Дышь, мужики. Можно, знаете, по-насходить к этим. К воякам у них на складе может исполниться. Либо их бронька, либо оружие. Ну, тоже, блин, говорит, давайте поиграть. В итоге что-то начинается в военных затирать. Такое, не знаю. Ладно. Не могут нас за это присынуть. Типа, что сделаете на хрене на территории? Там вроде я был недавно, там никого не было. Такс, у тебя же два кровляна, да? Да, да. Дай один, Васик. Васек. Здесь у нас что-нибудь есть? Нет. Ну, бюро тут нет никакого. Тайники. Пустой. С этим он пусто. Все раз он так смотрит сюда. Вот, походу, тут военные, да, тусуются. Так, и чего? Торговля. Броники можно у него купить различные. Ну, пофиг, ладно. Да, я согласен, что ничего тут нету. И делать особо нечего так. А здесь он будет? Нет, интересно. Здесь у нас... Господи, боже мой, Владислав, ты что меня так пугаешь? Владислейф. Так, ну и что у тебя тут будет? Тоже есть броник, тоже есть трога, какой-никакой. Ух, нифига себе, 15 тысяч, это что-то такое. Ругер какой-то, ничего себе. Мы отправляемся на дно, это мой автопилот. Ледяное солнце, что весной, забери меня, забери меня. Мы отправляемся на дно, это мой автопилот. Ледяное солнце, что весной, забери меня, забери меня с собой. Субтитры сделал DimaTorzok